Я хочу немножко в первую очередь начать, чтобы вы поменяли свое мышление. Это самое начало, чтобы мы прочистили тротуар, дорожку к этому пути. Мэтт, это egy vállalkozás. Потому что это бизнес, это предпринимательство. Это úgyis kell hozzáлni, mint egy vállalkozás. К этому к бизнесу Fireflyса надо обратиться как к бизнесу. То есть не хи-хи-ха-ха, а серьезно. Надо обращаться, это серьезный бизнес. Я всегда отношусь и относился с самого начала к бизнесу Fireflyса, как будто это мой личный бизнес был. Мне директора сказали, когда они придумали эту идею, что это общий бизнес, Андрош. Окей, это юридически не я владелец Fireflyса. Дей на свисселине к egy партнере vagyok. Но я партнер SwissHeli компания SwissHeli и брендового портала Fireflyса. И бывают разные проблемы, и будут проблемы в бизнесе. Я не так обращаюсь к кому-то, О, опять еще одна проблема. Я так отношусь к этому. Как бы это мой бизнес, и это надо решить. Не надо нервироваться, а просто надо решить эту проблему. Ты должен иметь чувство личности этого бизнеса, чтобы ты решил эту проблему или этот вопрос. Пример, когда у меня была проблема, и мне надо было позвонить в hotline. Я не стал над этим нервным, как психмарковка. Существует, я радовался, что проблема у меня возникла, что мне надо позвонить в hotline. Я радовался этому. Но хотя бы я видел, что это работает, а в hotline не решилась проблема. И тогда что, ты намного спокойнее, с чистым сердцем, с душой можешь предложить этот бизнес своим знакомым? Потому что работает. И когда у меня есть чувство личности этого бизнеса, что это мой бизнес, мне надо знать, что все ли в порядке. Окей, окей. И это очень важно в этом бизнесе, что ты хочешь, если хочешь быть успешным в этом бизнесе, ты должен чувствовать, что это твой бизнес, а не другого человека. И здесь не надо быть эгоистом, что все, я хочу, вот я король, и все это мое, и должно работать идеально все. Туристический бизнес, сам туризм, занимает всей ВВП-экономикой мира 9,5%. Здесь такое, ребята, пространство, что мы просто, это ужасно большое пространство. Вы даже не можете понять, что это такое. Это так, что нам надо друг другу помогать, протянуть руку, держать, крепить и вытягивать. Всегда поддерживать друг друга, один за всех, все за одного. Порвем любого. Это настолько большой рынок, что мы капля в море в этом рынке. Капля в море пока что. Я всех поддерживаю своих братских линий. Я всегда с ними дружу, помогаю. Они мне не конкуренты. Я всегда протягиваю руку и им. Ха ютит минненкенек. Да здесь столько денег, бабок, что мы просто, вы, ну не, очень много, вы чертовски богаты будете, если серьезно к этому отнесетесь. Здесь мы не будем драться за рынок мукачевский. Нет, мы не мукачевский рынок разделяем, ребята. Мег вас же кичи. И он тоже не маленький. 100 тысяч человек или 80 тысяч, да? Я поговорю вам о мировом бизнесе. Мысли глобально, действуй локально. Я что-то скажу следующее. Тейтелзюк фэл. Давайте представим следующее, поставим следующее факт. Хоть, например, Mercedes. Допустим, компания Mercedes-Benz. А в мире очень много людей хотят купить Mercedes-Benz в мире. Важно, есть большой пиак в мире. Mercedes-Benz имеет огромный рынок спроса. Что надо делать компания Mercedes-Benz? Ки кел солгальния а пиацет? Надо обслужить тот рынок, на который есть спрос. Надо обслужить его. Важно, если есть огромный рынок спроса, его надо обеспечить и выслужить его. Хоть, если у него есть огромный рынок спроса, то, что у него много людей хотят купить? Как Mercedes может справиться, если очень большой рынок и спрос на Mercedes, как он это может сделать? Легят nagyon шокат. Начинает очень много машин производить. Хоть тут легят они nagyon шокат? Как может производить много машин, сделать, конвей и распустить? Берак оlyан термелуэтсегек, ами клегятят, ами кисолгальт. Ставит единицы, такие единицы, которые начинают производить эти машины. То есть технологический процесс восстанавливает. Эй гейпсор. Ставит, например, линейку, которые роботов, которые складывают машины больше, да? И когда рынок большой, и когда не успеваешь обслужить этот рынок, инвестируешь деньги и ставишь линейку, выставляешь больше, чтобы можно было больше машин изготавливать. Будь здоров, на ту правду. То есть я покупаю новые станки, я расширяюсь, чтобы я мог обслужить этот весь рынок, и тогда больше могу заработать. Как думаю я, и как думает Fireflies? Здесь большой рынок, как туризм, ребята. Да? Он огромный. Туризм – это очень большой бизнес. Если вы думаете, что большой, вы сомневаетесь, он просто огромный. Например. Если взять все сетевые компании, компании прямых продаж, примерно есть 5000, которые успешно работают и продвигаются. Их есть 5000. Пусть не говорю, что каждая компания – это имя. Вы очень многие эти компании знаете. Только что тоже меня угостили одной компанией. Эндек, от 5000 цегнет У этих 5000 компаний Эти 5000 компаний ежегодно делают несколько миллиардов долларов, очень-очень много миллиардов долларов оборотов ежегодно. 100 миллиардов. Больше, чем 100 миллиардов долларов оборотов. Если мы посмотрим бизнес, туристический бизнес, 22-сер nagyob. Он 22 раза больше оборотов делает, он 22 раза больше, чем 5000 компаний, которые делают миллиардовые обороты. 22-сер nagyob forgalom в туристике, чем в мире МЛМ-цеги. Если взять все сетевые компании, прямых продаж, все эти компании, что вы слышали, они делают 167 миллиардов долларов оборотов, а туризм делают 22 раза больше. И на этот огромный рынок, на этот потенциал практически нету сетевой компании, которая занимается в туризме. Практически нету. На одной руке я могу посчитать, сколько компаний существует, которые работают в сетевом маркетинге или прямых продажах в сфере туризма. И такая компания, как Файерфлайс, только нету, ни одной, только единственная Файерфлайс, так как она работает в таком смысле. Это Файерфлайс, то есть понтертейка на долгах, и все это будет. Потому что Файерфлайс имеет продукцию, услугу, и имеет баллы, и за каждое все она выплачивает дивиденды. Файлесли касс, что у каждого не будет понтертейка. Когда вам подскажу, что компания сейчас делает развитие, чтобы с каждого, с каждого нашей функции были баллы, мы получали баллы. Например, разреши на ты, твой друг идет со своей семьей отдохнуть в Рим, в Италию, он тебе, например, он твой друг и партнер в бизнесе под тобой. Ты будешь зарабатывать уже скоро деньги, из-за того, что он закажет самолет, получишь баллы, за отель, за еду, ням-ням, за трансфер будем выплачивать баллы, взял в аренду автомобиль покататься, получили мы за это баллы, а страховку купил за то же баллы, компания будет выплачивать за страховку, идет в Ватикан или Колесей, купил билет за то же баллы мы получим, ты получишь шаттерские права, из семи дел компания всего будет выплачивать баллы, где ты будешь зарабатывать деньги, потому что каждый продукт будет иметь баллы. Ни одной компании не существовало, не существует, и не знаю, будет ли существовать, которая за каждый продукт будет выплачивать баллы, а баллы это эквивалентно долларам, деньгам. Все, что самолет купил, трансфер купил, гостиницу купил, за все мы будем получать дивиденды. Почему я это вам говорю? Если ты такой человек, что у тебя X способности существуют, не все равно, что эти X способности, на каком ты рынке приумножаешь, где большой рынок или маленький рынок. Если я работаю на таком рынке, где огромный спрос, и ставлю и маму, и папу, и все силы свои, по самые помидоры мы ставим. Логикус, если у тебя не пьет, у тебя есть способность, и ты можешь делать больше. Естественно, если логически, если рынок больше, значит мы что имеем? Выхлопа больше с этого. Да? Да? Да. Да. Окей. Окей. Но. Но. Это есть хоззалаш. Это есть хоззалаш. Хоззалаш. Отношение к этому. И если вот такой огромный рынок, как будто Мерседес, все хотят купить Мерседес. И если мы хотим заработать с этого рынка много, потому что Мерседес компания тоже хочет, чем больше покупателей, правильно? Что мы договорились, то есть Мерседес должен выложить новые линии, которые изготавливают новые машины, то есть больше и больше надо выложить линии изготовительных, чтобы Мерседес мог обслужить рынок, да? Что нам надо делать? Нам тоже надо обслужить этот огромный потенциал рынка, который есть в туризме. Надо сделать нам единицы, которые могут что делать? обслужить и дать предложение, спрос на предложение, дать предложение обслужить этот рынок огромный. Что у нас линия изготовления, как например Мерседес, который может обслужить рынок? Тот партнер, бизнес-партнер, дистрибьютор, который может самостоятельно, самостоятельно, самостоятельно делать этот бизнес. И я это так вижу. Я это так вижу. Я вижу, что есть этот огромный безбашенный рынок, и у меня огромные цели мечты, и я работаю над тем, чем больше создать таких дистрибьюторов, которые обслуживают этот рынок самостоятельно. А у нас такая единица, такой дистрибьютор, такой бизнес-партнер, который он самостоятельно это делает. Подчеркиваю. Видишь, рынок есть на это. Наша проблема в том, что рынок туризма огромный, и мы не можем его обслужить, потому что нас еще мало. И ты так можешь... Простите, пожалуйста, можем на презентации на работе, да? И мы так можем обслужить этот огромный рынок, чем больше мы таких дистрибьюторских единиц воспитаем, чтобы были самостоятельные, помогли, дали все знания, пошел. Дали все знания, пошел. Вадишь, не кед хеббол, а пиасбол, а касс нагет, минетубой аммункатарш кел, а кьёнаролом туде с чинами. Если ты чем побольше кусочек сыра хочешь вырвать с этого огромного туризма, тебе не мышей, а таких дистрибьюторов надо делать, которые самостоятельно и обслуживают этот рынок. Наномка, аммункатарша кьёнаролом туде с чинами? У нас тот дистрибьютор, который самостоятельно делает, он единица, это машина, которая самостоятельно работает. Автомобная машина. Митől фюг, hogy te hány ilyen termелőegységet rakol be, hogy kiszolgálj a piacот? А чего зависит, сколько ты таких машин выставишь на рынок, которые самостоятельно работают и обслуживают рынок? Ну? Mit mondod? Танулас, танитас. Аттол фюг, не кед ми а цель, а меккорая такас? Зависит то, насколько твоя цель и мишта большая. Мерд, если ты хочешь в месяц зарабатывать 1500 долларов, ты не будешь обучать, не воспитаешь 100 самостоятельных дистрибьюторов и бизнес-партнеров, которые хотят это делать. 2-3 Хватит тебе 2-3 и до свидания. Хакас деймант лені? Если хочешь стать бриллиантом? Кисамолтам, egy деймант минимум 500 ezer доллар керés хавантай был az üzlet. Мы посчитали, селись с директорами, тот человек, который у нас станет бриллиантом, минимум 500 тысяч долларов будет зарабатывать ежемесячно, и я не шучу. Кисамолтам? Мы, это математика, статистика, мы правильно это высчитали. Ахас kell, több 1000 ilyen termelő и чек, для бриллиантов, который обслуживает этот рынок. Автономная единица. Единственная единица. Если ты хочешь 1500 долларов или 500 тысяч долларов, нет плохого хорошего, все зависит от твоей цели и мечты. Мерть, а Мерци не аль ибе sok термелőегтсеget, если Мерседес не поставит много линейок изготовления машины, а рынок большой, а не чудálко зон, аз ауди 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 и лучше обслуживает рынок, чем, например, Мерседес, тогда Мерседес теряет рыночного потенциала и забирает ауди себе. Никогда не завидуй и желай плохого тому своему бизнес-партнеру или братской линии, который имеет больше группу и бизнес, чем ты, просто он больше дал работать, чем ты, вот какая разница. потому что перед тобой точно такая возможность, как была и перед ним, точно такая. Просто весь секрет в том, чем больше бизнес-партнеров ты должен иметь таких, которые самостоятельные. А все, что мы сегодня и завтра обсудим, это следующее, что надо для того, если ты принял, мой друг, что ты хочешь заниматься этим бизнесом, что ты хочешь заниматься этим бизнесом, что ты должен делать, чтобы кто-то зарегистрировался к тебе как бизнес-партнер. Это будет первый пункт, что надо сделать, чтобы человек зарегистрировался к тебе. Второй пункт, он к тебе зарегистрировался, какой шаг за шагом надо его провести шаг за шагом дальше, чтобы он начал работать с... Давайте, я хочу слышать это слово. Спасибо. Если человек самостоятельно работает, ты бы алицеттел алицеттел ты поставил на рынок машину, которая имеет собственный бизнес, а ты имеешь авторские права, дивиденды, свободу. Я, например, сделаю ежемесячно несколько миллионов долларов оборота, если мой спонсор только если один процент только получал, это 10 тысяч долларов. Я для своего спонсора машина, которая делает самостоятельно бизнес. Он, без него. Сколько он таких воспитает, то есть поставит на рынок, как я, это зависит, какая у Ёссифа цельная мечта, и сколько он хочет зарабатывать денег. На, учитывая, что мы поговорим о том, что кто-то регистрирует, и что кто-то зарегистрировался, это первое, а второе, что с ним надо делать, чтобы его научить. И каждый этот процесс шагом за шагом мы обсудим сегодня и завтра. Если ты видишь, что ты сейчас застрял или здесь, ты на этой точке, это что надо и его они хорошо? хорошо. Не могу это испортить, только если правильно сделаешь, а ты будешь правильной, и тогда они самостоятельно начнут работать. Это так, а это Не знаю, можешь ли ты перевернуть, это как таблица течения, правильного течения, как это надо делать. Уже, ахоз, что ли мы сделаем Mercedes, у нас есть есть процесс изготовления. Здесь делали каркас, здесь вставили мотор, здесь двери, обшивку, колеса поставили, и Mercedes выкатился новенький. Угу, мы тоже самое здесь делаем. Здесь поставим тебе кузов, мотор, обшивку, мозги, компьютер, колеса, пошел. И в конце дистрибьютор выходит, шук на колесах, пошел. Все, столько. А ты скажешь, иди себе, пошел, 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 давай. И денежка тебе капает пассивный доход. Нравится вам, что мы это будем обсуждать? Понравится? Бинго. Я заметил следующее. Многие это не видят, как это делать. Что надо вообще делать. И боятся это делать, не боятся, не хотят это делать. А что будет? Ну, если я не знаю, как это делать, как это делать, я не начинаю это, правильно? Страх, страх забирает тебе, тормозит. И если ты не знаешь, как воспитать самостоятельного дистрибьютора, чтобы он стал самостоятельным, ты даже это никогда не начнешь делать. То, что я сегодня, мы дадим вам знание сегодня-завтра, слегонца. Просто, как ветерок можно добиться золотого уровня. И платина тоже будет, то, что мы сегодня, и как платина добиться, это сегодня и завтра будет в этом обучении. Давайте начинаем сначала, поехали. Супер, нравится вам план? Хорошо. Я покажу, докажу, ты поймешь и начнешь это делать. Надо, потому что начинаем работать. Я тебе гарантирую, что ты не совсем будешь со мной согласен и будешь лезть на дыбы. Но немножко задумайся, потому что это работает. Ты будешь думать, что это, а блин, это так не работает, а это так работает. Пока ты станешь платиной, у тебя будет столько проблем, что тебе мало не покажется. И когда ты мне звонишь, какая у тебя проблема, я знаю, почему это, потому что я это уже прошел. Я тебе очень прошу, если у тебя какая-то проблема, не запускай процесс мышления, не надо. Звони спонсору, и он это уже знает, что это сделать. Или верхней своей линии. Я, когда это происходит, если возникает проблема, я никогда не думаю много, я сразу звоню. Фелеслегес энергиявестись. Ты зря тратишь огромную, колоссальную энергию. Феливом аспонсор, феливом азигазгатого, то с меголдоб. Я говорю, спонсору звоню или директорам, и решается вопрос без проблем, и все. Азигазгатого шоколокоса, mint я. Потому что директор намного умнее, чем я. Энди ректорик. Нам столько просто это все. Андрош говорит, если у тебя какая-то проблема, Андрош сразу мне звонит, быстро, одна-две минуты, мы решаем это. Сегодня мы проверим то, что надо решать, чтобы человек к тебе присоединился. А завтра мы проверим, что надо с ним сделать, чтобы он стал самостоятельным. Почему я немножко вам рассказал эту концепцию, как бы владелец собственного бизнеса. Первое правило, то есть первый закон. Если ты хочешь стать золотым лидером, тебе надо вести и думать, мыслить так, как золотой лидер. Сядь, соберись с мыслями и представь себе, что бы было в твоей жизни, если стабильно. Что бы ни случилось, пять тысяч долларов тебе капает каждый месяц. Каждый месяц пять тысяч долларов приходит на твой счет. Пять тысяч, что ли? Как бы ты ходил, Как бы ты разговаривал с людьми, Насколько ты имеешь уже силы, когда у тебя уже команда с 50 человек. Я тоже самое это делаю. Я представляю себя изумрудом. Это минимум, минимум пять тысяч лидеров. Я могу представить себе, какой человек могу стать, когда я изумруд. И я примерно уже так веду себя, как изумруд, да? И как может изумруд себя вести. Окей. Окей. В первую очередь, первый закон, запишите себе, ты мысленно должен стать золотым лидером. И очень быстро веришь, не веришь, в твоем веб-офисе выстрелиться с золотой лидером. Ада, бай, аки уйд лес арань, хоть фейбе не арань. Проблема в том, что если ты становишься золотым лидером так, что ты в мыслях в голове не золотой лидер. Азок у меня есть такой золотой лидер, который в голове, он уже платен, он уже так себя ведет. Арань кеньк 4-5 тысяч долларов, керес 2-7. Как золотой лидер, то есть каждые 2 недели минимум 5 тысяч долларов он зарабатывает. Минимум 5 тысяч долларов зарабатывает. Да. Удяло. Темберек тезь хоза. Он так общается с людьми, так относится к людям. Сова хиетю, чинайо, мунка, долговик, шокол, шокол, шокол. Его слово такое, он работает, он постоянно в работе, он постоянно разъезжает, он действует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин